Уважаемые гости, приветствуем вас на пресс-конференции, посвященной открытию нового многофункционального концертного зала на территории Крокус-Сити, Вегас-Сити-Холл. Рад представить вам наших сегодняшних спикеров. Президент Крокус-Групп Арас Агаларов и первый вице-президент Крокус-Групп и руководитель проекта Эмин Агаларов. Крокус-Сити-Холл, в принципе, заполнен практически на 100%. Мы нуждаемся в еще одном зале, нуждаемся в формате меньше 2000, то есть здесь портер 1000 человек и балкон 500. То есть есть артисты, которые как раз для них это оптимальный формат. Зал ориентирован на детские проведения, детских шоу. Заполняемость этого зала не будет уступать Крокус-Сити-Холл. Осенью 2016 года на территории Крокус-Сити откроется собственный Океанариум. Если вы обратили внимание, мы создаем проекты, которые, в общем-то, являются центрами притяжения для разных возрастных и социальных групп. Океанариум – это очень интересное мероприятие, и познавательное, и развлекательное. Поэтому идея создания Океанариума была давно, но вот как бы она реализовалась в практически законченном проекте и в открытии, которое будет в этом году. Я думаю, отличительной чертой, что там будет две зоны – это пресноводная и соленая вода, то есть две абсолютно разные галереи. И можно будет одним днем посетить обе, либо, если человек устал, он может как бы разнести это по дням. Совсем недавно Крокус-Групп запустила принципиально новый формат торгово-развлекательного комплекса для России – Бокс-Сити. Бокс-Сити – это такие мини-торговые центры, которые строятся из модульных контейнеров, что позволяет, во-первых, быть мобильными, то есть торговые центры, которые не требуют фундамента, фактически его можно возвести на любой парковке или на бетонных плитах, в любом городском парке, передвинуть его. Формат абсолютно новый, и с учетом кризисной ситуации в стране, я думаю, что мы ожидаем от 3 до 5 лет сроки окупаемости. Прошу вас рассказать немножко о третьем проекте сети ТРК «Вегас» – «Вегас Кунцево», который расположен на западе Москвы между Можайским и Рублево-Успенским шоссе. Да, «Вегас-3», который расположен в Кунцево, это аналог «Вегас-1» и «Вегас-2», в котором мы сейчас находимся. Это 285 тысяч квадратных метров общей площади, порядка 120 тысяч торговый сдаваемый, приблизительно похожий бренд-микс. С точки зрения транспортной доступности там полностью будет изменена развязка. Мы планируем, как и «Вегас-1» и «Вегас-2», открыться со 100% заполняемостью. Уважаемые друзья, мы постарались наиболее емко рассказать вам о новой концертной площадке «Вегас-Сити-Холл», а также о новых проектах «Крофкус-Групп», но у вас наверняка могли появиться какие-то вопросы. Мы будем рады на них ответить. Срок окупаемости «Вегас-Сити-Холл»? Рассматривать этот зал как отдельный бизнес, он, конечно, не окупаемый, точно так же, как и «Крофкус-Сити-Холл». Поскольку он является частью инфраструктуры «Крофкус-Сити», то я думаю, что это лет 8-10. Адаптирован ли этот зал для людей с ограниченными возможностями здоровья? Конечно, не только этот зал. Любой объект на территории «Крофкус-Сити» адаптирован под людей с ограниченными возможностями. Если затрагивать эту тему, «Крофкус» является единственной территорией в стране, где любой инвалид может перемещаться практически на любой этаж любого здания. Это единственное место в стране, хочу отметить. Продолжение следует...